Была обнаружена и изъята женская перчатка. В ходе проведенной геномной экспертизы на поверхности данной перчатки был обнаружен генетический материал, принадлежащий нашему потерпевшему. Это проект основан на реальных событиях Омск. Здравствуйте! Как всегда, в пятницу обзор происшествий уходящей недели. Разбираемся в том, почему это произошло, и выясняем, что было сделано, чтобы этого не повторилось. Неожиданный поворот в истории тиничной расправы над заслуженным педагогом. Предполагаемый убийца внезапно изменил показания, и силовики бросили все ресурсы, чтобы докопаться до истины. С этой темы начинаем прямо сейчас. Очень даже хорошая женщина была. Жалко даже ее. Очень даже жалко. Труженица была. Хорошая. Любила работать. Все. Все для школы. Она на школу тратила. Она вот нынче ремонт сделала, говорят, в школе, в химии. Хорошая женщина. Я вчера газету получила, наревела сердечку, правда, как увидела ее портреты. Финишная прямая в расследовании резонансного уголовного дела о расправе над учителем химии. Подозреваемый в убийстве заслуженного педагога кардинально изменил показания, пошел в категорический отказ. Ученик потерпевший, который, по данным силовиков, и поднял руку на 88-летнюю женщину, настаивает. На него оказали воздействие люди в погонах. Признательные показания он якобы дал под давлением силовиков. В связи с этим органами следствия было принято решение об эксгумации трупа потерпевшей. В настоящее время назначена комплексная комиссионная судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти. Кроме того, доводы обвиняемого были проверены органами следствия. Для этого был проведен обыск по месту жительства обвиняемого, в ходе которого была обнаружена и изъята женская перчатка. В ходе проведенной геномной экспертизы на поверхности данной перчатки был обнаружен генетический материал, принадлежащий нашему потерпевшей. Что доказывает, что обвиняемый находился по месту жительства потерпевшей и совершил данное преступление. Трагедия произошла в селе Большереченского района в начале июля. Владелица этого дома на улице Партизанской считалась самой гостеприимной хозяйкой Евгашина и ни много ни мало душой села. И потому ее гибель расколола на до и после тихую деревенскую жизнь. У потерпевшей Альбины Пономаревой не было мужа, не было детей. Всю душу и средства она вкладывала в родное село своих учеников и соседей. Потерпевшая преподавала химию почти 60 лет и даже разменяв девятый десяток не ушла на покой. Несмотря на почтенный возраст, занималась репетиторством, но с учеников не брала ни копейки и не откладывала на черный день. Делилась кровными, раздавала на одежду, продукты, дрова. Школьникам из своего кармана оплачивала констовары, купила детям сотни флешкарт. Кому надо, тот идет и просит. Она всех выручала. Она никому слова плохого не сказала. Никому ничего. Никогда. Но пара человек добротой пенсионерки злоупотребляли. Среди них был и тезка первого космонавта Юрий Гагарин. В прошлом непутевый ученик потерпевший. В настоящем тунеядец и многодетный отец. Денег занимать пришел. А я захожу. А я говорю, а ты почему пришел сюда к больному человеку? Ну, старый человек. Она же нам не ровня с тобой. Она нам уже в матерях годится. А ты ходишь туда. Что там оворяешь на меня? Я говорю, иди отсюда, ради бога. А потом он, ну, давай. Давай, я поеду. А я говорю, а как ты разговариваешь? Ты как разговариваешь со старшим человеком? Давай. Не давайте, а давай. Она тебе что, я говорю, ровнили что ли? А? Ты так разговариваешь с ней. Бестыжие, говорю. Ну, я его выгнула. Выгнула. Он ушел. Я проводила за ворота его. Он так сел на велосипед и поехал в эту сторону. Я ее поругала маленько. Зачем принимаете? Ну, он же вам не ровнее. Он ко мне пришел поговорить. Я говорю, а о чем говорить-то? О чем? О чем говорить? Ну, Альбин Николаевна. И позаботился о том, чтобы во второй визит остаться незамеченным. Вновь нагрянул к учительнице под покровом ночи. А когда в ответ на требование передать ему деньги услышал отказ, решил брать желаемые силы. По версии следствия, подозреваемый из корыстных побуждений пришел в дом к пенсионерке, нанес ей несколько ударов по голове медалическим прутом, после чего задушил. После этого он пытался найти денежные средства, поскольку полагал, что у пенсионерки должны быть денежные накопления. Однако налетчика ждало разочарование. Никаких сбережений. Старушка успела раздать односельчанам едва ли не все до копейки. Отсутствие Пономаревой соседи заметили сразу. Правда, нагрянуть с проверкой к заслуженному учителю не решились. Дом педагога взяли штурмом лишь на третьи сутки. Теперь местные вспоминают. Озарение быстро придет на смену шоку. Бдительные соседи, не раздумывая, отправят соловиков в гости к Гагарину. Тот таится не станет и под камеру расскажет, как решился на предательство, которое потрясло все село. Отмечу, что в ночь убийства Гагарин был пьян, однако целиком и полностью отдавал отчет своим действиям. Ему провели амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу и врачи подтвердили вменяемость налетчика в момент совершения преступления. Впрочем, теперь подозреваемый всеми силами пытается откреститься от этих показаний и убедить стражей порядка. Он не причастен к циничной расправе над женщиной, которая кормила его детей. В ходе осмотра места происшествия органами следствия была обнаружена палка, а также провод от удлинителя. Учитывая то, что в настоящее время обвиняемый не признает свою причастность к совершенному преступлению и в связи с тем, что проведена эксгумация трупа, органами следствия назначена комплексная комиссионная экспертиза с целью установления причины смерти потерпевшей, а также возможности причинения данными предметами ей смерти. Я добавлю, что подозреваемый сиделец со стажем в послужном списке Амича 11 судимостей. Почти 30 лет из 60 прожитых он провел в тюрьме. Убитую им Альбину Николаевну жители Большереченского района вспоминают исключительно добрым словом. Говорят, она была человек-легенда, почетный гражданин, выдающийся педагог. Это была настолько интеллигентная женщина, она со всеми разговаривала на вы. Она со мной, я ее ученица, а она разговаривала на вы. Она со всеми, даже с тем же Гагарином, который на ее руку поднял, она его называла Юрию Петровичем. Алкогольное опьянение станет отягчающим обстоятельством при вынесении приговора, однако статус многодетного отца смягчающим. Гагарину грозит до 15 лет тюрьмы. Взяли на вооружение карандаши. Новые подробности скандальной истории разбившегося на метромосту Мерседеса. Аварий, которая унесла жизни трех человек. Очевидцы трагедии выступают перед Фемидой и рисуют схему ДТП. Все для того, чтобы установить, сидел ли Евгений Гайдамак в момент ЧП за рулем. По данным следствия, именно экс-майор полиции – виновник смертельной аварии. Впрочем, вину бывший высокопоставленный силовик не признает. Настаивает не помнить событий роковой ночи. Чтобы освежить воспоминания опозоренного правоохранителя, прокурор проводит нестандартный допрос. По распоряжению стражей порядка очевидцы ЧП практикуются в рисовании. Каждый свидетель рисует схему аварии и расположение на асфальте пассажиров люксовой иномарки. Идентичные рисунки участников процесса помогут восстановить хронологию событий и подтвердить позицию стороны обвинения. Свидетели, которые бы указали на подсудимого и уверенно объявили, что за рулем в момент происшествия сидел именно он, у нас нет. Однако в их показаниях есть общая и очень важная деталь. Они говорят, что один из потерпевших был пристегнут и после ДТП остался на своем месте. Речь идет о 21-летнем Игоре Татаринове, который в тот вечер был единственным трезвым человеком в компании. И показания свидетелей подтверждают позицию следователей и окончательно исключают возможность нахождения молодого человека за рулем. Это жуткое ДТП, я напомню, произошло в конце января прошлого года. Mercedes-Benz мчал с левого берега в сторону центра на скорости от 110 до 155 км в час. На съезде с метромоста водитель неправильно вошел в поворот, и автомобиль протаранил фонарный столб. От мощного удара люксовая иномарка превратилась в консервную банку, а участники аварии вылетели из салона на проезжую часть. Один погиб на месте, еще двое скончались в больнице. Выжил лишь Евгений Гайдамак. 39-летний высокопоставленный полицейский провел в реанимации больше месяца. А когда пациента навестили его коллеги и люди в погонах, Гайдамак заявил, обстоятельства о ДТП помнит смутно, фрагментарно, однако уверен, за рулем в момент ЧП был не он. Расследование уголовного дела было долгим и достаточно трудным. Восстановить картину событий силовикам помогли многочисленные экспертизы, а также камеры видеонаблюдения. Правоохранители проанализировали записи, которые не имели отношения к трагедии, но на которых был отчетливо виден Евгений Гайдамак. И обратили внимание на его стиль вождения. Он управлял Мерседесом исключительно левой рукой. И уже при анализе записи с камеры видеонаблюдения в роковую ночь, оказалось, что водитель, сидевший за рулем и на марке, также управлял автомобилем при помощи левой руки. Вину у экс-силовика подтвердили и медики. У Гайдамака диагностировали ряд характерных травм. Одной из косвенных улик стали стертые носки экс-силовика. После аварии автомобиль развернуло против часовой стрелки. И состояние обуви Гайдамака помогло доказать, что в момент ДТП его ноги упирались в педаль тормоза. В результате опозоренный страж порядка лишился погон и оказался на скамье подсудимых. Он говорит, что кто-то сел за руль его машины, которая не принадлежит чужая машина. И тем более мой брат Александр Дубенский позвал Игоря, чтобы он перегнал его машину. То есть не сел за руль своей машины, а вы хотите сказать, что он сядет за руль чужой машины? Это даже не смешно. Это вообще нелогично, что кто-то из них был. Игорь никогда не сядет за чужую машину. Он даже, в принципе, тем более первый раз видит человека. Теперь секс полицейского требует 8 миллионов рублей за гибель трех человек. Иски подали родственники разбившихся на метромосту пассажиров. Я напомню, что карой рублем дело не ограничится. Но как он мог пьяный сесть за руль человек при погонах? Он в ответе за тех, кто сидел рядом. Вот эта безнаказанность, она везде присуща им. И я требую максимально. Я думаю, все требуют максимально. Раз по закону 15, все отвечает 15. Хотя я хотела бы совершенно другое ему наказание. Потому что мы все остались одинокими. Кажется, от этого робкого омича ничего не зависит. В зале суда за молодого человека отвечает защитник, а на воле за него решала любовь к горячительным напиткам. Дружба с зеленым змеем и привела мужчину на скамью подсудимых. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 158 Прим. 1 и частью первости 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть в грабеже и мелком хищении чужого имущества, которое совершено лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение чужого имущества. По одному из эпизодов в августе 2023 года подсудимый прошел в помещение магазина, прошел к стеллажу с алкогольной продукцией, взял одну бутылку коньяка, которую спрятал под колес штанов. Преступление подозреваемый совершил в конце лета на улице Демьяна Бедного. Фокус с исчезновением попадает в объектив камеры видеонаблюдения и не ускользает от внимания директора заведения. Женщина отрабатывает план-перехват, преграждает воришке выход из магазина и пытается вернуть на кассу товар. Но грабитель не спешит выкладывать добычу и свои кровные и начинает второй акт спектакля. Скандалит, убеждает сотрудников, что бутылка его доказывает свое право на нетрадиционные методы переноски стеклянной тары и даже запрашивает доказательства воровства. Требует показать ему записи с камеры видеонаблюдения. А когда директор обращается к монитору, горе-посетитель хватает желанный напиток и пускается на утек. Тогда налетчику удается скрыться и от персонала, и от силовиков. Однако уже через пару дней он вновь заявляет о себе. В магазине, который расположен буквально в соседнем дворе, подозрительный молодой человек точно таким же способом похищает бутылку вина. Отмечу, что шумиха в этой истории значительно превосходит материальный ущерб. Цена двух бутылок, вынесенных омячом в обход кассы – 390 рублей. Но за эти гроши любитель дешевой выпивки уже поплатился свободой, коротая дни в следственном изоляторе. Дело в том, что подозреваемый уже грешил воровством, правда, первый раз отделался протоколом. Признан виновным в совершении административного правонарушения признан в части 2 ст. 727 Кодекса административных правонарушений. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей, которые он не оплатил. Уверенный в своей безнаказанности, молодой человек вновь вступил на кривую дорожку. Попытался провернуть ту же схему, однако обыграть систему не смог. За повторное мелкое хищение ему грозит уже не административное, а уголовная ответственность и приезд в места не столь отдаленные. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. И на этот раз подсудимый к каре, как будто готов, вину признает в полном объеме. Готовится отвечать перед законом. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о зверском убийстве торчанки ее супругам. Материалы передают в суд. Резонансное преступление Владимир Кочкин, я напомню, совершил в начале лета. Долгое время 33-летний мужчина ввел любовную переписку с жительницей Красноярска и подумывал оставить семью. Его жена знала о романтическом увлечении мужа. Любовный треугольник существовал несколько месяцев. И в роковой вечер супруги в очередной раз повздорили из-за развода. По словам обвиняемого, в разгар ссоры Анна бросилась на торчанина с топором. Но Владимир выхватил орудие и ударил потерпевшую обухом по голове. Та погибла на месте, и Кочкин избавился от тела жены. И что там у нас? Там объездная дорога. Погромче говорите. Объездная дорога. Объездная дорога. Доезжаем до объездной автомобильной дороги, далее куда мы? На право уходим. Уходим направо. Исчезновение супруги Владимир пытался замаскировать под побег, заявил. 36-летняя Анна ради любовника бросила семью. Он находился дома в этот момент, а жена якобы находилась во дворе. Она разговаривала по телефону с лицом, якобы с которым находилась в интимной связи. И он услышал телефонный разговор супруги, в ходе которого она говорит, что Дмитрий, приезжай за мной, я все уезжаю, мне все надоело. Однако в эту версию поверили далеко не все. Местные жители целый месяц искали мать двоих детей по всей округе. Прочесывали леса, проверяли реки, соседние города, даже обращались за помощью к гадалкам и медиумам. Из показаний матери потерпевшей. В течение трех ночей подряд Владимир Кочкин около 22 часов выезжал из дома на своем автомобиле. Она спрашивала, куда он уезжает, на что Владимир Кочкин отвечал, что поехал искать Анну Кочкину. Домой возвращался поздно ночью, около двух-трех часов. Она ему звонила, чтобы спросить, где он находится, однако не могла дозвониться. По возвращению домой Владимир Кочкин старался быстро мыть руки, обнюхивал свою одежду, говоря о том, что он ремонтировал машину. Характерного резкого запаха горючего от его одежды не чувствовала. Но поиски были тщетные. До тех пор, пока блюстители закона не исследовали телефонного испеченного отца-одиночки. Тогда и обнаружили первые серьезные улики против мужа-беглянки. Подозрительного торчанина отправили в изолятор временного содержания, где Владимир и сознался в жестокой расправе над женой. Рассказал, что сжег труп супруги, потратил больше 20 литров бензина, а после расчленил и закопал. Я добавлю, что знакомые семьи, в том числе 16-летняя дочь убитой, заявили, что Кочкины не понаслышке знали о домашнем насилии. Однако агрессия, вопреки ожиданиям, исходила не от подозреваемого, а со стороны потерпевшей. Анна не стеснялась в выражениях и нередко прибегала к рукоприкладству. Больше всех доставалось отцу ее детей. Из показаний дочери потерпевшей. Охарактеризовала Анну Кочкину неудовлетворительно, поскольку с самого детства она периодически ее избивала. При этом поводы были незначительные. Анна Кочкина также била Кочкина Владимира, при этом последний ее никогда не бил. Примерно в ноябре 2022 года, во время ссор родителей, она стала слышать претензии мамы к отцу о том, что она нашла у него в телефоне переписку или звонки. Папа общался с какой-то женщиной. Она слышала, что эта женщина живет не в городе Таро и даже не в Омской области, а очень далеко. Каждую последующую ссору мама припоминала папе про эту женщину. Он спокойно не пьющий был, то есть адекватный человек был. Может, у человека там, я не знаю, с терпением лопнули или как-то. Я напомню, что Владимиру провели психолого-психиатрическую экспертизу. Врачи признали его вменяемым на момент совершения преступления. И теперь Тарчанину грозит до 10 лет колонии. Дело будет рассматривать Тарский городской суд. Под профилактическими сюжетами часто видны такие комментарии. Да сколько можно? Все ведутся. Мозг включите. Я бы понял, 80-летняя, но 22. Нужно объяснять своим престарелым родственникам, что не нужно отвечать на звонки с неизвестных номеров. Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки. Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь. И делай с ним что хочешь. Печально, что у людей порой по два высших образования, а по жизни как слепые котята. На первый взгляд все знают и слышали о мошенниках. Каждый гора судить о том, как неправильно поступил кто-то другой. Однако каждый день мошенники находят тех, кто слепо верит и следует их указаниям. Они мне посоветовали продать квартиру. Я говорю, квартира – это святое, этого не должно касаться. Все сняли, все 7 миллионов. По этим реквизитам переводил денежные средства. Первоначально там было в районе 2 миллионов, ну и дальше больше, дальше, больше. Сколько ты перевел денег? Мы посчитали со следователем, там вышло 5-156 тысяч. Миллионов. Примерная сумма ущерба сколько составляет? Ну, точно сказать. Или на скидку? Там миллион сто с копейками. Более миллиона? Да. Если бы не ответил, может быть, ничего бы и не было. На удочку злоумышленников попадается не только старшее поколение. Молодые и продвинутые также подвержены убеждениям. Особенно если дело касается, казалось бы, выгодных предложений. Никогда не думал, что станов жертвой мошенников. Сколько раз друзей вытаскивал из этой ситуации. Но в итоге сам на этот крючок и попался. Предложили мне вывести бонусы с одного из всем известных банков, так сказать. Ну, и сказали, что накопилась большая сумма бонусов. Вот. Почему бы не воспользоваться с этим выгодным предложением? Ну, вот. Сказали, сейчас вам придет смс-кодом. Вы должны его нам сказать. Все, и без задней мысли начал проверять смс. А потом смс приходило одно за одним. Вот. И что-то не обратило внимания, как по итогу с карты списалось больше 70 тысяч. Настолько это было все. И звонок поступил с такого же номера от банка, и смс-ки все приходили. И потом как-то вот. В нашем банке, как и в любом другом, существует бонусная программа, доступная каждому держателю карт-банка. Но при этом даже такую полезную вещь мошенники часто используют в преступных целях. Бонусами можно оплатить покупку у партнеров, обменять на рубли, списать на валюту партнера, а также перечислить другому человеку. Список партнеров и объем списания бонусов всегда указываем на официальном сайте банка, либо в мобильном приложении. При этом помните, что сотрудникам банка запрещено оповещать клиентов и предлагать потратить бонусы. В случае поступления подобного звонка обязательно уточняйте информацию на службе поддержки банка, либо у любого сотрудника. Каждый день мошенники придумывают новые способы обмана. При этом очевидные моменты не теряют своей актуальности. Итак, если вы получаете подобные звонки или смс-сообщения, скорее всего, вы имеете дело с мошенниками. Ваш родственник попал в аварию, срочно нужны деньги. С вашего номера оформлена заявка на кредит или ваша карта заблокирована. Вам необходимо отключить платные услуги сотового оператора. Главное правило – не сообщайте никаких личных данных и паролей. Не передавайте деньги незнакомым лицам. Прервите разговор и положите трубку. Любые финансовые вопросы лучше всего решать лично или по телефону горячей линии банка, который указан на оборотной стороне вашей карты. И помните – предупрежден, значит вооружен. Ровно через неделю новый обзор происшествий. Будем разбираться в том, почему это произошло, и выяснять, что было сделано, чтобы этого не повторилось. Ищите проект в интернете, в выпуске «Основано». Мы выкладываем на YouTube и давайте верить, что зло будет наказано. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok